Ремонт дорог, больниц, школ, появление новых благоустроенных зон отдыха, реализация подобных социально важных проектов, по сути, начинается с проведения госзакупок и заключения контрактов. Именно так государственные и муниципальные заказчики ищут поставщиков товаров и услуг, исполнителей работ. И от того, насколько своевременно законтрактованы бюджетные средства, во многом зависит, появится ли в срок новая детская площадка или другой нужный людям объект. Ускорить закупочные процедуры в рамках национальных проектов призвал главач Уваши на совещание, которое прошло в Доме правительства. Федеральный центр в этом году обозначил сроки контрактации по нацпроектам и другим федеральным программам до 1 апреля. По объектам капитального строительства до 1 февраля, напомнил министр финансов республики. Государственные заказчики, органы власти и подведомственные организации должны были еще в декабре утвердить планы закупок на Новый год. Из 220 госзаказчиков это сделали 186, отметил Михаил Ноздряков. Остальным он рекомендовал ускорить работу. Для муниципалитетов же крайний срок размещения графиков закупок 25 января. Что касается муниципальных заказчиков, здесь только цифры достаточно слабые в начале пути. Но сроки еще не наступили, как я сказал выше. Но у нас в качестве лидеров здесь город Канаш и Шамуршинский район. Остальные, можно сказать, и не приступали. Централизация муниципальных закупок в Чувашии была завершена в 2022 году, сообщила руководитель госслужбы по тарифам Надежда Колебанова. Но, как показывает ежемесячный мониторинг, не все органы местного самоуправления активно работают через электронный портал закупок малого объема. По Козловскому району хотелось бы остановиться. Всего две закупки с 531. Город Аллаты 22%, Шумерле 23%, Маргашский район 10%. Безусловно, мы видим, что искусственно дробятся данные закупки. Игнорируют поставленные нами задачи по автоматизации. Такая ситуация недопустима. Проводить закупочные процедуры следует только через единые порталы, отметил глава Чувашии. До 12 января министерство и до 25 января муниципалитеты должны утвердить планы графики закупок. И до 1 марта начать контрактацию по национальным проектам. Также необходимо проанализировать потребность в средствах по многолетним контрактам, добавил Олег Николаев, напомнив о том, что президент страны поручил сдвигать влево освоение денег по нацпроектам для более эффективного выполнения задач. Давайте на примере школы-университет возьмем. Вот мы все себе взяли задачу его завершить летом следующего года с тем, чтобы к 1 сентября 2004 года дети пошли в школу. Очевидно, для того, чтобы эту задачу решить, большую работу надо привести больше, чем запланированные средства в этом году, надо привести в этом году. Важно, чтобы контрактация была завершена вовремя. И весной по объектам уже начались работы, подчеркнул глава республики. За срыв сроков будут нести ответственность главы муниципалитетов, и контроль будет жестким. Будем выезжать на территорию вашу, и вы будете перед народом объясняться, почему не справляетесь, почему тот или иной объект, который нужен для народа, не ремонтируется, не создается, не преобразуется с тем, чтобы вы уже несли персональную ответственность. Юлия Скрябина, Андрей Шоклев, Вести Чувашия.